Минский «Листопад» подходит к концу. Уже в пятницу кинофестиваль подведет итоги. География смотра расширяется с каждым годом. На этот раз на фестивале дебютировали пакистанские режиссеры. Станислав Анисимов расскажет, как прошли дни пакистанского кино и какие фильмы увидели зрители. Пакистан впервые принимает участие в кинофестивале «Листопад». В программу вошли два фильма, объединенных одной темой «Судьба женщин в меняющемся мире». С одной стороны, истории отражают современные реалии жизни в Пакистане, а с другой – вписывают кинематограф этой страны в мировой контекст. Нам было очень любопытно. Более 40 заявок из такой небольшой по меркам мировой географии страны, как Пакистан. И белорусским кинопроизводителям, естественно, интересно, как, почему и за счет чего развивается пакистанский рынок. Поэтому мы с удовольствием включили в программу фестиваля именно дни пакистанского кино. «Камли» – лента «Сармада Султана Хусата». В центре сюжета – история героини, которая ждет возвращения своего мужа, покинувшего дом 8 лет назад. Новая любовь, внезапно вспыхнувшие чувства осуждаются и семьей, и обществом. Самопожертвования и общественные давления стали главными темами фильма. Большинство наших фильмов основаны на социально-экономических реалиях Пакистана. Режиссеры берут за основу подлинные истории, рассказывают зрителю о том, что сейчас происходит в стране, и поднимают важные вопросы, касающиеся современной жизни. «Айк Хай Нигяр» – картина о девушке, которая борется за признание в обществе и вступает в ряды пакистанской армии. Фильм «Одна на Сарвара» основан на реальном материале – история о первой женщине-генерале в армии Пакистана. Я считаю, что данный фильм посмотреть, белорусов заинтересуются культурой Пакистана. И будет какое-то представление иметь про Пакистан. Потому что Белоруссия не знакома, потому что Азия – это Пакистан, страна далеко находится от Белоруссии. И культура пакистанская не знакома. На открытии дней пакистанского кино организаторы особо подчеркивали – не все заявленные фильмы попали в фестивальную программу. Так что, возможно, жители Минска ждут расширенной программы показов. Станислав Анисимов, Мария Андреева, Александр Зубарев, Виктор Калистратов. Новости культуры. Минск. Республика Беларусь.